Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес с подружками. Дедушка с бабушкой отвечают, иди. Только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревца за деревцем, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала наукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто же здесь живет, почему никого не видно. А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. Ага, говорит, теперь я тебя не отпущу, будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. Потужил Маш, погревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему, Медведь, а медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцу снесу. Нет, говорит Медведь, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю, вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок улезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб и наголо у себя блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видев, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во вражке спускается, на пригорке подымается. Шел-шел, устал и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь, вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай из всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведя и бросились на него, со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видит, короб стоит. Что это в коробе, говорит бабушка, а дедушка подбил крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонько и здоровехонько. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.